Предлагаю вашему вниманию заключительную пятую часть репортажа, видеопротокол, как я как-то сказал, круглого стола зрителей и, так сказать, киноведов, любителей кино, который проходил в кинотеатре «Березка». Это кинотеатр в Московске, недалеко от станции метро Перова. Татьяна Александровна Мазилова, директора кинотеатра, организовала вот это вот мероприятие. Оно было посвящено ремейкам советского кино. Ну и вот интересно было бы послушать, значит, зрителей, как они все это восприняли, да, и вот посмотреть, сколь, так сказать, эти зрители квалифицированы, скажем так. Вперед! Я вызвала свое субъективное мнение, но мне сегодня очень нравится наша дискуссия. Во-первых, к сожалению, это бывает нечасто в «Березке». Может быть, вы некоторые подустали и так далее, но мне нравится, что у нас докладчики и поднимают разные вопросы, и манеры даже вот держать публику разное, и молодежная точка. То есть, словом, я к чему это говорю? Мне хочется, чтобы вы сейчас, вот, не знаю, вот я лично для себя услышала очень много интересного, и есть вопросы, и, так сказать, и вы, прошу вас, задавайте, не стесняясь, а вот чтобы у нас был такой вот небольшой переход от специалистов. Я передаю микрофон Людмиле Новиковой, и я повторюсь, она как библиотеки, и потом человек, интересующийся многими вещами, сейчас вот как бы нас свяжет, чтобы нам было легче общаться. Получится, получится. То есть она уже будет отчасти говорить на заме зрителя. Надеюсь, таким образом пригласить вас в беседу. Спасибо, давайте. Спасибо большое. У меня просто будет, на самом деле, короткая реплика, и это действительно очень трудно возникать после профессионалов, люди, которые занимаются кино. Почему я отвлекнулась на призыв Татьяну Александровну? Потому что в нашей библиотеке несколько лет работал киноклуб, кино и книга. И мы очень много дискутировали, мы очень много смотрели фильмов, я люблю книги, я люблю кино, и мне очень нравятся ремейки. Почему? Я просто скажу. Дело в том, что каждому поколению нужна идентификация в кино. Поэтому вот тот рассказ о деньгах, я понимаю, я буду говорить совершенно о другом, о другом крене. Очень важно каждому поколению увидеть себя на экране. Меняются лица, меняются моды, меняются даже какие-то типы красоты, да, то, что было красивым в 60-е годы, да. Та женственность, которая была у Тамары Семиной, да, и которую все любовали шестидесятники. Потом появилась Терехова со своей красотой, следующее поколение со своей красотой, и каждому нужно найти себя на экране. Поэтому с этой точки зрения даже ремейк, будем называть так, Анны Карениной, который был в Самойловой, да, и современный фильм Анны Карениной дает возможность современному молодому поколению увидеть себя на экране. И таким образом свести вот эту связь себя и того классического произведения, которое он может прочитать, которое он может посмотреть, и открыть для себя заново, найдя в ней какие-то точки соприкосновения со своей душой. Не финансовый вопрос, я сейчас говорю, да, потому что кино – это действительно киноиндустрия. А я хочу сказать о культурном аспекте кино. И он очень важен. Недаром когда-то было сказано, что важнейшее в искусстве у нас является кино. Почему? Потому что это видеоряд. Когда мы читаем книгу, у нас собственный видеоряд. Когда кино, вам предлагается видеоряд, да, и в этом видеоряде каждый хочет найти себя. То ли это герой, да, как в экипаже современном экипаже, где играет Данила Козловский, или Леонид Филатов, поколение 70-х. Свой экипаж, свой образ. Девочки влюбятся в Данила Козловского, да, а девочки в 70-х, 80-х влюблялись в совершенно другого героя. И с точки зрения, что такое герой современный, нам дает видеоряд картинки кино. И поэтому я считаю, что очень важно качественное кино, духовное кино, культурное кино. И мне очень хочется надеяться, что у нас еще, вот сейчас я думаю так, что современное русское кино проигрывает ремейкам советского времени, да. Допустим, «Обыкновенное чудо» снималось трижды. Вот пока нет такого режиссера, который бы сделал современный ремейк к «Обыкновенному чуду», где современное поколение смогло бы увидеть новую историю любви. Потому что фильм, допустим, с Олегом Видовым в главной роли и с Александром Абдуловым, это очень разные фильмы, да, для каждого своего поколения. Ну, собственно, это вся моя реплика. Большое спасибо за внимание. Ну, собственно, теперь у нас есть возможность у зрителей задать вопросы нам, выступающим. И кто хочет, поднимайте руки, я подойду с микрофоном, чтобы все было слышно удобно. Ну, как сказать, очень такие вот. Они воспитывали нас на чем-то вот, на хороших отношениях, на доброте. Мы друг друга уважали, любили, да, как-то. Другая жизнь у нас была по сравнению с чем. Вот сейчас стало загнанной. И может быть, вот то, что сейчас делает ремейк, кто-то посмотрит тот фильм из вас, из молодежи, и вы тоже из того времени возьмете побольше. Что-то и в наше время было больше доброты, тепла, лесбизма, более так, ну, как сказать, живее. Не в такой гонке, как вы сейчас. И переделав тот же ремейк, обратившись, посмотрев один фильм, другой, вы это, да, посмотрите уже со своей стороны, со стороны ремейка, да? Но все равно вот та нить она в ремейке тоже должна остаться. То есть как бы, я так считаю, что это полезно для молодежи. Это очень хорошо, но я, позвольте, немножко не согласитесь с вами. Вот сейчас молодые люди, вот пройдет лет 20, они точно так же будут говорить в отношении сегодняшнего кино. Вот эти ремейки, которые мы с вами критикуем слегка. Хотя, действительно, фильмы самостоятельные претендуют на очень хорошую оценку. Ну, вообще, вот, ребята, ответьте вот мне честно. Вы старое кино наше смотрите, ну, даже не надо, допустим, идти в кинотеатр. Вот просто его показывают по телеку. Смотрите или переключаете и ищите то, что вам сейчас ближе. Вроде судьбы, да, но вы же. Ну, то есть вы знаете этот фильм хорошо, и все центры, мы с друзьями ходим в баню. То есть это как бы ваше, то есть это вам... Или все-таки... Вот два фильма включу одновременно. Как вы будете смотреть? Старый или новый? Старый, конечно. Старый? Почему? Вот фирма микрофона. Ну, на мой взгляд, те фильмы, которые у всех на слуху, да, в данном случае старые, а в данном случае Ирония судьбы. Вот мы в Новый год всегда смотрим Иронию судьбы или Берд Сверхим Паром. И, соответственно, когда я слышу Иронию судьбы, я вспоминаю вот этот самый старый фильм, ремейк, мне ни о чем не говорит. И, на мой взгляд, снимать ремейк каких-то старых фильмов нужно через лет 20-30, когда уже потеряется этот фильм давным-давно на кинолентах и уйдет со слухом, так сказать, у всех. Ирония судьбы, ирония судьбы, ирония судьбы. Молодёжа. Молодёжа, он сам по себе есть образ. Да, да, да. То есть эта трубка, эта шляпа определённая. И если мы видим вот этого кембербетча, у которого лицо такое непонятное, какой-то он полуэкстрасенсорными способностями в современном мире, некоторых это озадачивает. Поэтому некоторым нравится, кому-то нет. Поэтому всё относительно. Разумеется, если говорить о том, как задали вопрос, новый фильм или старый, тут опять-таки всё относительно по причине того, что старые фильмы-то можно всегда посмотреть, а в третий-то тоже нужно быть. Поэтому в начале, как правило, сходу было. Ну, вам не кажется, ну, ну, в плане, вот, ну, господи, ну, что ж там экшен? Да нет, сидят, что-то разговаривают, нудят, тоскают. Смотря какой фильм и смотря в каком жанре. Дело в том, что в старых фильмах намного лучше актёрская игра, чем сейчас. Есть комарак. Да. Это здорово. Потому что тот же самый экипаж, но при всём уважении к Даниле Козловскому актёру из него как-то не мощь. Ну, при всём уважении к фильму «Чародеи», например, да? Да. Вот у него начало вообще затянуто. Его прям хочется перемонтировать, вырезать и вырезать и вырезать из него. Фильм хороший, но как-то вот есть хорошие куски, но вообще... Да, но самое главное, мне кажется, это бесспорно в интернете, это постоянно об этом говорится, ностальгия по советскому времени вызывает в числе... Это не единственная причина, но одна из главнейших. Это поток ремейков, причём интересно, это бывает иногда и в Восточной Европе. Вот недавно вышли «Бонни и покой», вот знаменитый блокбаст Чехословакии ещё, в 87-го года, у нас хорошо. Через 30 лет «Бонни и покой», «Бонни и клит», «Бонни и кладь» перепричеком. Это вторая часть. То есть иногда и у них, в общем-то, ностальгия по советскому прошлому, когда не было такой жизни для многих на грани, вот фильм «Айнадоварный», «Женщина на грани мирного срыва». И вообще вот жизнь на грани мирного срыва... У меня к вам вопрос как раз. А вот то, что сегодня Кинематограф обращается, ну даже вот там, это самое, сериалы различные, вот как-то «Стиляги», да, там вот 60-е, 50-е, вот это вы объясняете, вот как Игорь Михайлович, то есть ностальгия по тому времени, а от такого же плана сериалы и прочее, допустим, в той же Америке, точно так же вас требовали. То есть это как бы сейчас вот это поколение хочет фактически знать, потому что, видите, детали... Нет, это не то встаться. Вы открываете, может быть, журнал, что сейчас модно там. Бомберы здесь 90-х, там были модные юбки широкие, 50-е, то есть это некие приметы века, которые модные ностальгичные классники, и у молодежи, мне кажется, это есть мелочи, но средние студенты есть. И давайте, пожалуйста, вот мы сериал сделаем. Во-первых, понастальгирует старший поколенный, этот сериал посмотрит, мы его увлечем. Да с другой стороны, молодежь будет увидеть в новом классниках антуража какие-то такие вещи. Например, сейчас, допустим, нельзя снять фильм про расовую сегрегацию. А вот если снимать фильм, не знаю, «Прислуга», можно снять, и там все будут о них красивых костюмчиках, мы про это снимем, про страдания покажем, вот, и будет все замечательно. А вот у меня ответит на такой вопрос. Вот, например, «Легендарный Пуаро». Да? Ведь сериал снимается на протяжении, я не ошибаюсь, 25-ти. Да, именно. То есть актер... И вы видели этот ужасный тренинг с Давидом с Ушельем, ой, не знаю, там, с Кеном Дамбраном, где они такие огромные усилия. Ну вот, да, да, да. И, ну, кстати, Пуаро ведь тоже пробовали. Ну, это вот мы, кстати, говорили с Борисом Сергеевичем, все-таки это экранизация или это все-таки ремейк? Вот, мне кажется, Игорь Михайлович, вы тоже, вот, скажем, о «Бальней Корее» не сказали. Их может быть сто, Анны, но это же книжка. И я как режиссер беру и... Это как бы литература, понимаете? Ремейк или это? Это много про это говорилось. В общем-то, все за детюм все-таки с устрою беденья. И не нужно вот здесь вот так вот говорить в новой экранизации произведения. Это одно ремейк, другое. Здесь очень такие субъективные границы. Вот, в общем-то, мы можем трактовать так и... Да, ну, скажем, «Молодой Мститель» и «Красный Древолят». «Красный Древолят» и «Покое стекляхи». «Молодому Мстителю» можно новую. Да, да, да. Значит, экранизация, но в то же время, в то же время, что все-таки это больше ремейк. Да, спасибо, да, да, да. Как мне кажется, когда экранизируется книга, это одна вещь. А когда сам режиссер говорит о том, что он хочет сделать ремейк именно фильма, то это ремейк. Просто в случае с вами Карениной, по-моему, как раз-таки последняя версия, он выкрутился и сказал, что я не делаю ремейк фильма, а я, значит, экранизирую произведение. Экранизация и ремейк – это две разные вещи. Экранизация и ремейк, чтобы там не платить. Ну да, и это. То есть там тоже свои отношения. И… Но вы видите, что вы хотят, в дальней Гайдаре платить денег, говорят, а мы в Булгакова снова. Иван Васильевич, благодаря. Ну, а сам это иди. Смотрите фильм «Бортука», который является точной копией итальянского фильма про собачьего сердца. Видели собачье сердце фильм? Ну, конечно, нет. Найдите итальянский оригинал. Вы знаете, как я увидела этот итальянский вариант, я вам могу сказать, что там от собачьего сердца от Булгакова практически ничего нет. Это, на мой взгляд, там самый главный антураж – это снег, который для итальянцев – большая экзотика, и собака, которая бегает вот по такой некрасивой улице, вот засыпанный снегом. И они просто наслаждаются этим пейзажем. Вот Булгакова я там вообще не вижу, может быть, потому что я знаю хорошо Булгакова и как бы… Товарищи, давайте я еще передам микрофон на дальней истории. Мне кажется, мы с вами забыли, как повторили, вот вы сейчас их будем давать. Название. Борткофф или собачье сердце? Нет. Это тоже собачье сердце. Есть еще новость собачьего сердца. 2010-го. Хочешь, как бы ты там взяли? Нет, спасибо. Нет, ну, так как вы не хотите что-то. Нет, как-то уже ответили все, потому что я хотела начать… Не дай вам, пожалуйста. Да, мне голос как-то. Да, потому что я там вначале хотела, вот придя сюда, я другое, ну, представляла себе, что такое ремень. Потом я прочитала определение, а для меня это как учитель математики очень важно. И хотела спросить вот как раз именно про Анну Карину, потому что вот тут присутствующий мало кто видел с Тарасовой, вы нам видели, Анну Карину с Тарасовой, потом мы видели Анну Карину с Самойловой. И я с трепетом как-то вначале не хотела смотреть с Боярской, а потом увлеклась. И мне это совершенно, ну, как-то интересно тоже было по-своему. Каждый фильм, каждая женщина, они все разные. А? А в Кирганске после поколения не брала на... Не смотреть с ним. Ну вот, так сказать, я все основные видела. Видела я два фильма, наш любимый человеком-фильм, на который, по-моему, все мои сверстники, наверное, по 20 раз ходили сейчас с удовольствием. И, наверное, мало кто видел, показывали по телевизору. Ну вот и все. После этого мероприятия зрители гурьбой пошли кто-куда, кто к метро, кто куда-то еще, кто к транспорту, кто по домам из близлежащих районов. Ну вот так очень... Не сразу разошлись, долго еще там сидели, пока почти не стемнело. Это август еще, вечера еще длинные. И, в общем-то говоря, планируется еще продолжить эти мероприятия. В общем-то говоря, есть у нас впереди премьеры отечественных фильмов. Вот впереди, так сказать, несколько таких фильмов. И вот есть мечта у директора кинотеатра Татьяны Александровны Мазиловой провести по ним вот такие же встречи, такое же обсуждение. Вот так. Ну, надеюсь, что нам удастся тоже посвятить вас это обсуждение. Удачи, всех вам благ. Смотрите нас, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok